Сегодняшняя жертва это Oukitel U20+. Нам его нужно прошить, потому что он периодически сыпет ошибками. Так, выключен, выключен. Значит, он у нас на процессоре МТК. Покажу сначала Hard Reset. Плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжит держать. Держим долго, пока не появится что-то похожее на рекавери, либо на меню из трех строчек. Но здесь, скорее всего, сразу зеленый робот будет. Ну давай резче. Значит, так, Factory Mode. Но нас, в принципе, тоже это устроит. Мы попробуем потом с минусом, но это вряд ли. Хотя вот это меню должно быть по кнопке минуса питания. Выбираете строчку клея EMMC. Ё-моё, питание нажал, ёшкин кот. Короче, клея EMMC, и он сделает сброс. После этого он у вас его перезагрузит. Если нужно в рекавери, то, скорее всего, надо попробовать с минусом питания. Я сейчас зажимаю на нем минусы питания. Держу 7-10 секунд. Это заставит его вырубиться. Это у нас тест запустился. Кстати, кому интересно... В поле с тем полезной есть ролик про входной-выходной контроль. Я там показывал, как тестировать телефон после ремонта и до ремонта. Минусы питания на 7-10 секунд заставляет любой телефон неразборный вырубиться с неразборной батарейкой. Если, конечно, батарейка съемная, то проще батарейку передернуть. Так, попробуем минусы питания. Загорелось. Да, здесь просто клавиши перепутаны. Так, опускаемся до строчки рекавери. Теперь нажимаем вверх. Оп. Первая строчка рекавери была. И ждем появления зеленого робота. Блин, накоси порил. Я даже не знал, что на МТК тоже бывают такие перепуташи. Да, товарищи. Зеленый робот загорится. Надпись команды нет. Зажимаем питание и коротко нажимаем вверх. Android у нас 6.0. На Android 5.1 и выше обязательно перед любыми сбросами выйти из учетки Google. Если не выйти, после этого сработает FRP-блокировка Google. Он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть полиция FRP Google. Там есть универсальное решение под процессор. Но я вам дальше, кстати, тоже покажу решение. Но лучше с этими связываться. Выбираете строчку Vipedata Factory Reset. Естественно, перед любыми сбросами, если вы делаете за деньги, вы из человека документы берете, подтверждающие факт покупки чека, покупки гарантии, талон, еще что-то такое, где будет имейл и серийный номер аппарата. Чужие аппараты разблокировать нельзя. Выбираем Vipedata Factory Reset и выбираем строчку Yes. Я выберу No, потому что он у меня уже сброшенный. Он у вас начнет делать сброс, перекинет снова в рекавери. И вы выбираете первую строчку Reboot System Now, а я выберу Power Off, потому что я хочу его прошить. Все, идем на комп, все там настроим. Телефон, не зажимая никакие клавиши, подключим в нужный момент к компьютеру. У телефона, по-моему, две ревизии. И вот в теории, как напишут на 4PDA, что можно определить по этой надписью. Если надпись присутствует, это большая 0700, это говорит о том, что это первая ревизия. Android на него есть 6-й, 7-й. Вот мы сейчас попробуем 7-й прошить. Ну, если нет, то прошьем 6-й. Также будьте внимательны, если есть возможность все забэкапить, сделайте это заранее, потому что все данные удалятся. И аппарат должен быть заряженный. Идем на комп. Гуглим тему нашего аппарата на 4PDA. То есть наша модель пробел 4PDA поиск. Это у нас U20+, я же правильно не путаю. U20+, да. Перепутать нельзя, иначе можно ушатать аппарат. Ты что, открывайся? Дальше раздел. Так, раздел важной информации. Можете почитать про две ревизии. Моя с надписью 0700, значит это первая ревизия. Драйвера утилиты. Открываете ссылку. Не забываем всегда ставить плюс в карму человеку, который для вас это все выложил. Либо с моего файла хранилища Мега. Есть в группе ВК все ссылки. Либо отсюда качаете. Это обычная программа. Везде далее, далее. Ну, вот даже можете вот эту вот. Автоустановка, отлично. Везде далее, далее. Совсем соглашаемся. Если вдруг драйвер не ставится, по ссылке в описании есть мое видео. Как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете, заново ставите, и драйвер поставится. Вот, кстати, тут есть и автоустановщик, которым я пользуюсь. И даже драйвера без необходимости отключения проверки подписи. Отлично. Не забываем плюс в карму человеку, кстати, который для вас это выложил. Качаем прошивальщик. У меня прошивальщик один и тот же. Это портативная программа. Его просто нужно распаковать в папку. Я драйвера не ставил на видео. Они у меня стоят, потому что я сотни аппаратов шел. Вы обязательно ставите без драйверов. Ничего происходить не будет. Дальше официальные прошивки для смартфонов первой ревизии, но это шестой андроид. Так, дальше официальные прошивки 7. Подфор что? Вот моя. Качаем ее. Я для вас перемотаю. И продолжим. В корне диска C создаем папку. Без русских букв и без пробелов. Пускай у меня будет папка 3. Вообще не имеет никакого значения. Дальше. Так. Знаете, что я вот это удалю? А то уже места мало осталось. SSD на 500 гигов. И то я умудрился чем-то ее засрать. Значит, папка. Нет, не архивы. Ну то, куда вы распаковали, короче. У меня вот так вот она выглядит. И все, что есть в этой папке, это вся наша прошивка. Извлекаем туда, куда вы... Где вы сможете все это найти? У меня это в корне диска C, папка 3. Дальше. Flash Tool. Flash Tool надо взять, конечно, посвежее. Вот у меня он, по-моему, 5.16, что ли, что-то такое. Расположение файла. Его тоже извлекаете в ту же папку, куда вы... Ну, у меня он скачан, как вы видите. В ту же папку, куда вы кладете прошивку. У меня это будет 5.18. Я его запущу прямо с рабочего стола. Драйвера стоят. Я вам еще раз напомню. Вам нужно поставить. Открываем Flash Tool. Соглашаемся. В первую строчку файл mtk.own1. Он есть в папке с Flash Tool. Если он требует во вторую строчку. Идем туда, куда мы распаковали прошивку. Выбираем Android Scatter File. Далее. Теперь вы должны запоминать. Если что-то есть, какие-то сомнения, шить надо без preloader, чтобы его не ушатать. Я выбираю Furrier Upgrade. У меня стоят все галочки, потому что я уверен. Я знаю, что делать, если вдруг я его ушатаю. Вам это делать нельзя. Вы сначала шьете без preloader в формате Download Only. Дальше. Формат. Знаете, что? Я вам разблокировку FRP же обещал показать. Убираем все галочки. Идем во вкладку формат. Мануал формат Flash. И забиваем за мной два вот этих адреса. Найти вы их сможете. Найти вы их сможете в Scatter файле. Вот он первый адрес. Вставляете его сюда. А вот второй. Первый это начало, а второй это длина блока. Нажимаем старт. В выключенном состоянии подтыкаем его к компьютеру. Пробежит красная полоска, появится зеленая галочка. Я это делать не буду, потому что он у меня не заблокирован. Я ставлю все галочки. Выбираю Furrier Upgrade и жму Download. Запоминаем. Прошивка, разблокировка, хард резета. Три самостоятельные операции. Иногда достаточно какой-то одной. Все, и выключенном состоянии подключаю к компьютеру, не зажимая никаких клавиш. Откладываю. Где моя красная полоска? Он... Ничего не трогаем. Ждем, не начал включаться почему-то. Странно, почему меня Furrier не увидел? Еще раз. Furrier Upgrade. Поехали еще раз. А, е-мое, ребята, знаете что? Я вчера... Все, я вспомнил. Я вчера пытался с Nokia N8 шить. Старенькую такую N8. И, короче, я ей для нее ставил драйвера. И у меня был какой-то конфликт с MTK драйверами, и я их, короче, снес. Так, вот оно. Оп. Свойства. Драйвер. Обновить драйвер. Это если нужно вручную. Так. Сейчас еще раз. MTK, MTK, MTK. Надо выбрать MTK. Видите, как у меня удобно все. Вот на файл хранилища Мега вы все это сможете найти. Выбираем ОК. Поставил драйвера. Закрыть. Оп. Еще раз. Значит, телефон отсоединен. Furrier Upgrade. Жмем Download. Выключим состояние. Подтыкаем компьютеру. Красная полоска пробежала. Все, значит, драйвер мы поставили. Ждем. И пошла заливка блоков. Не путаем прошивку. Прошьете от другой ревизии. Ушатаете аппарат. Также у этого аппарата есть в прошивке несколько вирусов, на которые ругаются Сбербанк. Я предполагаю, что в седьмом андроиде ничего не исправят ситуацию. Потому что нафиг это никому не надо. Он ругается, что типа заражен диктофон и еще какая-то фигня. Но попытка не пытка. Перемотаем для вас и продолжим. Компьютер будет шуршать. Он для вас ролик склеивает. А телефон у нас тем временем прошился. У нас все отличная работа. Значит, с ревизией мы угадали правильно. И это, ребята, и есть вся прошивка. Больше даже рассказать, собственно, не о чем. Ну, не подключаться к интернету. Видимо же, что интерфейс отличается. Что говорит о том, что у нас Android 7. Попробую я уже для собственного интереса. Ну, естественно, погоняю, чтобы посмотреть, ошибки есть или нет. Попробую я для собственного интереса поставить Сбербанк. Сейчас введу свою учетку Google. И поставлю приложение Сбербанк. Если все ништяк, ну, значит, устранили. Но, скорее всего, даже вот это беспроводное приложение. Кстати, можно еще Dr. Weblight поставить. Даже вот это беспроводное приложение для беспроводного обновления OTA. Тоже будет считаться вирусом. Все, ребята, это была прошивка у Китела. А следующий у нас будет Dexp. Это, е-мое, тут нифига не видать. Как вот тут модель рассмотреть? Вот что вот это за кракозябры? Еле пропечатанные. Могу ошибаться, но какой-то S369 или 169. Что-то такое. Его прошьем. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала. В поле себе полезное. Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на канал.